Здравствуйте Елена. Здравствуйте. Я представляю свою мыловаренную компанию мыльное удовольствие. Мыльное удовольствие так и называете? Я так и называюсь мыльное удовольствие, потому что, когда мне потом пишут отзывы, девочки пишут, я действительно получила несказанное мыльное удовольствие от намыли меня ручит, потому что это натуральное мыло из натуральных масел, которое варится 8 часов и зреет от 2 до 8 недель. Сколько? Оно варится 6-8 часов и потом зреет от 2 до 8 недель. То есть мыло, которое холодным, оно мыло бывает горячим способом, бывает холодным. То есть берется 9 растительных масел, омыляется щелочью строго в математической пропорции, все вычисляется строго до 0,1 грамма, смешивается, добавляется лимонная кислота, молочная кислота для конденсирующего эффекта и эфирные масла для аромата. То есть чем натуральное мыло характеризуется, что в нем нет химических ни павов, ни консервантов, то есть это натуральные цвета, вытяжки из растений, натуральные эфирные масла для аромата или эфирная композиция и то качество, которое я гарантирую. Поэтому я живу в экологически чистом районе, в пригороде Саратова. Мыло, которое я варю, я не варю его тоннами, я варю его прямо 1-2 килограмма, но это приносит такое удовольствие, что это удовольствие я стараюсь нести людям. Я иногда на выставках, я часто, вернее, на выставках бываю, всегда рассказываю, показываю, не столько, как сказать, рада продажам, рада, конечно, но в основном я стараюсь донести до народа, что вот это натуральное мыло и именно качество натуральное мыло, оно не у всех всегда получается и такое качество, которое я действительно гарантирую. Скажите, Леночка, вот расскажите про это мыло, вот про это. Что в состав этого мыла происходит? Чем мое мыло отличается от других девочек, которые делают тем, что я хочу попасть в замысел, в запах, в аромат, в качество именно природы. Хит-продаж, вот такой хит-продаж. Вот это называется цветы луговые. Какая красота! То есть, если его понюхать, во-первых, это качество мыла, вот такое вот ощущение шелковистости и маслянистости. Это абсолютно не у каждого натурального мыла. И вот эта красота, и мыло пахнет вот таким вот, подбирался... То есть, эмблема там на мыле. Да, эмблема на мыле, эмблема на печати, эмблема на баннере, эмблема на визитках, все в одном стиле, да. И оно пахнет цветущим лугом, который вот на солнышке цветет, лежишь на поляночке и пахнут цветочки. И оно действительно такое. И мыло варится, на чем варится? На винтвине варится. То есть, на домашнем винтвине, потому что мыло на магазинах в вине не получается. Там консервант, оно сразу что-то свораживается. Мыло варится на шампанском с ананасами. Да, с шампанском. Да, и вы так оттопыли в пальчик по-северянски, с закатыванием глазок, умойте ручки. Это же восторг? Восторг. Да, пьем шампанское с милой. Да, да. И следующая фишка, это когда эко-линия, то есть мыло хозяйственное, которое абсолютно не пахнет, как наше привычное, лучшее хозяйственное мыло. Просто состав подбирается так, что оно шикарно пинется. Горчица, соли, соли придают очищающий эффект, который настолько шикарно действительно отмывает и посуду, и белье. Мыло для стирки белья, это для мытья посуды, лучше феерий во много раз, потому что там нет ни химии, ничего, а отмывает шикарно. Порошок стиральный и даже гель для стирки. А порошок, это то же самое, как вы его делаете, то есть чего? Специально так же варится мыло, 8-часовое, оно вызревается, а потом еще сушится и трошится. То есть это опять очищающие хорошие способности и уход. И мы делаем все, все, что хотим. И руки не портят? Нет, нет, нет. Мыла хватает месяца на два кусочка, потому что оно просто шикарно пинется и уход такой. То есть вот это мыло называется рябиновой гусей. Оно и цвет вот именно рябиновый такой, и вкусный аромат. Это пахнет лицей кубебой, эфирная маска, которая, ну в моем понятии, вот так должна рябинка пахнуть. Горчинка с кислинкой, вот такой вот. И шикарный уход. Мыло с большим процентом шелка. То есть шелк, как он шелк растворяется в щелочи, очень много. То есть это шелковая пенка, шелковый уход. И это вот опять кожа, после которой даже крема не надо. Мыло эгоиста, для себя любимой. Эгоистка. Какая их имена? Мыло эгоистка, среди дорогие масла, которые самое можно что-то выписать из интернета. И это мыло выбирает только эгоистки, потому что аромат вот именно... Кому не дам только мое, да? Нет, я не эгоистка, я, как называется, я обыкновенная, поэтому это немножко не мое. Но вот аромат, который девочки эгоистки вот внутри, в какой-то вне себя, вот они подходят в мыло, мое мыло выбирай сердцем. Подходит, вот оно мое. А романтические девушки выбирают луговые цветы. А луговые вот эти. Которые красивые, да. Мыло даже для денег. Мыло для денег, это мыло, которое приносит деньги. Это какое? Вот это. Ох, зелененькое немножко. Оно пахнет. И доллар нарисован. Это пахнет пачелики, париз, бергамот, базилик, эмпиль. То есть это эфирная масла, которая привлекает деньги. Это мыло варится раз в месяц, только один день высчитывается точно так же все это. И это мыло, которое при словах, которые надо говорить, при мыслях, которые надо иметь, когда моешься. Им деньги прям вот они не то, что стучат в дверь, они просто приходят откуда-то неизвестно. Но они приходят стопроцентно. О, это мыло надо. Надо пользоваться. Да, этим мылом надо пользоваться. Да. Спасибо вам, Лена, за такой интересный рассказ про мыло. Никогда бы не думала. Мыло, потому что, ну как сказать, это стихия, это удовольствие. Это я так и называюсь, мыло удовольствие. Это действительно удовольствие от намыхания, от бедки, от ухода. И это шикарное качество. Я даже создала такой набор в красивой коробке подарочной. Назовала его родные просторы. Когда мой магазинчик на большой, на ярмарке мастеров, за прошлом году занял первое место, как образцово-показательное, я сказала, что я сварю родные просторы. Я к ним ушла, наверное, год. И я сварила, действительно, отсюда пришли вот это русское поле. Кроме русского поля есть березовые, белые березы. Оно белое, с черными разглудами, с углем. Оно зеленое есть, шепот леса называется. И луговые. А где русское поле? Русское поле, вот оно вот такое вот. Оно даже на свет, вот и аромат солнышка, луг, поле пронизано. Это интерес такой же, да. Да, и если на свет, то это по вот, оно, аромат очень шикарный. Песня, правда? Да. Это не то слово. Спасибо вам. Спасибо. Успехов вам. Удачи. Спасибо, счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.